Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани и обсуждаем наиболее актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. И на этой неделе мы решили поговорить об образовании, о тех, точнее, людях, которые нас учат. И повод к этому, безусловно, День Учителя, который страна отмечает сегодня. А также в прошлые выходные неделю назад мы отмечали День дошкольного работника. Наш сегодняшний собеседник, начальник городского управления образования и молодежной политики Виталий Еремкин. Здравствуйте, Виталий Викторович. Здравствуйте, Виталий. В первую очередь с праздником, с Днем Учителя. Вы ведь учитель в первую очередь, а во вторую уже начальник управления образованием. Или наоборот, что главнее? Нет, однозначно в первую очередь я учитель. Я этим горжусь, по той причине, что профессию выбирал сердцем. Мне действительно хотелось стать учителем. Ну, так сложились обстоятельства, что сейчас я руковожу образованием города. Профессию выбирал в конце 80-х. Тогда, в общем-то, была большая страна, если помните, Советский Союз. И до того, как выбрать эту профессию, достаточно плотно занимались вожатским мастерством. А именно, мы ходили в штаб вожатского мастерства, так называлось, при Дворце пионеров красногалстучные. Это, прежде всего, посещение школ. Рассказывали об атрибутике пионерской, как это все пользоваться, как применять. Соответственно, мы также посещали детские дома, приюты. Все это было интересно. И вот с тех именно порсов, со старших классов, я принял решение, что однозначно буду учителем. Действительно, мне это нравилось. И никогда еще об этом ни разу не пожалел. Ну, разные времена знавала учительская профессия, в том числе и в 90-е годы, когда престиж стремился уверенно к нулю. На ваш взгляд, все-таки в последние годы перемены и в отношении горожан к профессии, ну и в целом, как бы, в профессии вообще, вот они заметны? Вы знаете, если говорить о 90-х годах, да и сейчас, в общем-то, учителем идут те, кто, в принципе, выбирает свою профессию действительно душой и сердцем. Потому что, как правило, у нас нет проходящих людей. Если человек поработал 2-3 года в школе, он определяет для себя, его это или не его. После 3-х лет однозначно он наш. И тогда на всю оставшуюся жизнь он с нами. И дети, в общем-то, понимают, что это именно тот человек, который сердцем выбрал свою профессию. Ну, Рязань всегда была, что называется, славилась своими учительскими кадрами. То, что у нас сейчас в наших школах продолжают работать два народных учителя России, Зинаида Викторовна Климентовская и Екатерина Алексеевна Филиппова. Это, в общем-то, факт, действительно, говорящий о многом. Тем не менее, есть мнение, что очень не хватает в школах молодежи. Идет молодежь в школы, пошла она, чувствуется, что вот это какая-то такая нулевая точка невозврата, когда, ну, действительно, престиж профессии сильно упал, она пройдена. Мне приятно констатировать факт, что уже второй год подряд в школу города Рязани идут достаточно хорошо молодые педагоги. Вот буквально у нас прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Это 1 октября в филармонии, где уже посложившись традиции мы представляем новых молодых учителей перед учительской общественностью. Вот на сегодняшний момент в школы, детские сады и в дополнительное образование пришло 56 молодых учителей. Причем трое – это ребята, мужчины, и наша надежда, конечно, что они останутся. На мой взгляд, все-таки молодежи интересно работать в школе, потому что сегодняшняя школа отличается от той школы, которая была в 90-х. Сейчас у каждого учителя в обязательном порядке – это компьютер, сканер, принтер, какие-то другие мультимедийные устройства. Сейчас другие дети, которым интересен молодой учитель, вот именно молодой. Я думаю, что впоследствии в школу будет с каждым годом все больше и больше приходить молодежи. Тем более, в общем-то, и зарплаты, которые на сегодняшний момент в школах не очень-то и маленькие. Ну, когда вот проходит торжественное собрание, как правило, руководитель образования должен выступить с речью. В этой речи обозначить какие-то посылы, обозначить то, что делает власть для учительства и то, что она планирует делать дальше. Вы что обозначали в своей речи в этом году? Нет, ну, знаете, вот в этом году она была чисто поздравительная по причине того, что мы хотели подарить концерт нашим учителям. Поэтому обошлось без каких-то высоких речей. Как правило, мы это делаем в августе, когда говорим о планах на новый учебный год. А на торжественное только поздравление. Ну, а тем не менее, вот о планах и совершениях, наверное, будет непростительная ошибка не воспользоваться, чтобы не спросить, все-таки, что у нас делает власть для учителей, для тех людей, которые работают в школах? Ну, давайте говорить о том, что, наверное, с сведением 273-го федерального закона дошкольное образование стало полноправной ступенькой общего образования. Поэтому, наверное, начнем отсюда, что делает власть для дошкольников города Рязани. Да, тем более, праздник тоже, что называется, был не за горами. Не так давно, да. Прежде всего, мы говорим о том, что мы должны ликвидировать очередь для детей трехлетнего возраста, что в городе Рязани успешно справляется. Мы неоднократно говорили о том, что те рубежи, которые поставило нам правительство Российской Федерации к 2016 году, мы выполним гораздо раньше. Сейчас в городе Рязани есть предпосылки, что уже в конце этого года мы ликвидируем очередь для трехлеток. Буквально в начале сентября, именно 2 сентября, мы открыли две группы в Дашковой песочне. Это в 7-м и 157-м детском саду. Перед днем дошкольного работника открылся, наконец, детский сад Норицкого, детский сад номер 2, где путем реконструкции было дополнительно введено 40 мест. При этом был осуществлен капитальный ремонт детского сада. Сейчас также в первой половине октября открывается новый детский сад, который принадлежал Ростелекому. Администрация города Рязани его выкупила. И сейчас там будет располагаться новый детский садик на 115 мест. И пользуясь сегодняшним... На улице Горького. Горького 20, да. Пользуясь сегодня случаем, хотелось бы рязанцев попросить записываться в этот детский сад. Сейчас там есть вакантные места именно для детей 2011 года. Садик очень красивый. Можно будет посмотреть, насколько он у нас красиво получился. Ну да, фасад просто замечательный, очень яркий, такой необычный. Вот сейчас осенью, когда так пасмурно стало на улице, я вот на машине ехал, увидел этот фасад, и как-то настроение сразу другое получилось. Не только фасад будет интересный внутри, тоже будет все достаточно ярко в таких действительно детских тонах. Далее, уже ближе к концу октября, будет открыт детский садик 123. Там тоже будут дополнительно введены места не только для детей трехлетнего возраста, но и для более младшего возраста. Это двухлетки. Там дополнительно также путем реконструкции и настройки третьего этажа вводится шесть групп. Две из которых будут для детей двухлеток и четыре для детей 2011 года. Также приглашаю рязанцев, кто еще не попал в детский сад. Это, прежде всего, опять же, возраст трехлеток. Записываться и в 123 детский сад у нас также есть возможность будет направить в этот детский сад. Ну и грандиозный проект, не побоюсь этого слова, это детский сад на Братиславке. На сегодняшний момент он получил свое название номер 30. Там просто замечательный проект. Таких детских садов у нас в городе нет. Детский сад с бассейном, очень большие площади, великолепный спортивный зал, великолепный актовый зал. Туда также мы просим записываться. Там помимо детей 2011 года также будет и прием детей и 2012 года. То есть и двухлетки, и трехлетки. Что касается, что еще было сделано администрацией города Рязани. Ну, прежде всего, мы отремонтировали две школы капитально. Это школа 54, что на керамозаводе. И школа номер 39. Действительно, это так. Капитальный ремонт. Я думаю, что родители и ученики очень довольны внешним видом новых школ. Наша съемочная группа была в 54-й школе. И, в общем-то, свидетельствует о том, что действительно ремонт получился на славу. Виталий Викторович, тем не менее, этот вопрос, может быть, в канун праздника не совсем его удобно задавать. Тем не менее, это вот случилось буквально на этой неделе. Пришла информация, что одна рязанская школа, это пятая гимназия, вошла в топ 500 российских школ. Почему не совсем хочется этот вопрос сегодня задавать? Потому что в прошлом году таких школ было больше. Их было, если не память не изменяет, пять. Шесть. Даже шесть школ в российской пятисотке. В этом году одна. С чем это связываете? И как будем исправляться? Ну, исправлять оценки в любом случае придется. Мы должны сделать определенные выводы. К сожалению, да, если в прошлом году рязанские школы достаточно широко были представлены в этом топе, причем были как школы повышенный уровень, так и общеобразовательная школа, то в этом году только действительно пятая школа вошла в топ 500, лучшие российские школы, исправляться. Но основных критерий там два. Это сдача ЕГЭ и победа в Олимпиадах. Ну, если говорить про ЕГЭ, то, в общем-то, рязанцы сдали не хуже, чем в прошлом году. И по каким-то предметам, в общем-то, и у нас и лучшие результаты. Поэтому сделаем основной акцент на участие и победы в Олимпиадах. Ну что же, у наших педагогов сейчас учебный год, что называется, вот в такой самый-самый разгар, что называется, входит в начало октября. Это когда уже позади стартовое волнение сентябрьское, да, и идет такая полномерная хорошая работа. Чем все-таки будет насыщен вот этот образовательный год для рязанских педагогов? Ну, традиционно педагогам города Рязани некогда скучать. У нас более семи профессиональных конкурсов. Сейчас то, что будет в ближайшее будущее, это педагогический дебют. Это именно конкурс задумывался для молодых педагогов, где уже молодежь, закончив институт, может показать себя в том, что чему их научили, как научили. Ну, и вроде как, что мы про них не забыли, да. И далее традиционные конкурсы муниципального уровня. Это «Сердце отдают детям», «Учитель года» и ряд других конкурсов. Порядка семи методических конкурсов у нас в течение года проходят. Также в марте традиционно методический центр проводит конкурс методических разработок. Они под разными названиями идут, но тоже, в общем-то, показывают работу Рязанского учительства. Ну и, как всегда, единый государственный экзамен. Тоже учителя, придя 1 сентября, помнят, что в начале июня нам придется пройти испытания. Ну что ж, я думаю, все эти испытания Рязанского учительства, как всегда, пройдет с честью и с достоинством. Ну а сейчас, наверное, было бы просто с моей стороны некорректно в День Учителя не предоставить вам буквально минутку времени вот эту телекамеру для того, чтобы поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Уважаемые коллеги, я с большим удовольствием поздравляю всех нас с нашим профессиональным праздником. Желаю, прежде всего, здоровья, умненьких детей, пусть у нас все с вами получается, пусть лучшее, что есть у нас, будет отдано нашим с вами детям. С праздником, дорогие коллеги! Спасибо, начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Виталий Еремкин в программе «Лицом к городу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова